Была давняя мечта посмотреть Камбоджийский комплекс Ангор. И вот волею судеб вернулись в Таиланд. Камбоджа недалеко. На микроавтобусе доезжаем до границы. Пункт Пойпет. Очень криминальное место. Кругом все кипит жуликами всех видов, даже в погонах. На границе у нас забрали паспорта с 20 долларами и выдали какие-то картонки. К счастью, на обратном пути через сутки все вернули с огромной яркой вклейкой визы на один месяц. В 10-12 веках в древней столице Камбоджи, городе Ангор, проживало более миллиона человек. По оценкам ученых, в то время это была самая крупная столица в мире. Прерубс переводится с Кмерского переворачивания тела. Один из самых значительных храмов гор. Построен во времена правления Раджендварамана II. Освящен в 961 или в начале 962 года. Посвящен Шиве. В начале 20 века он был полностью заросшим и покрытым землей. В 1930 году его откопали французские археологи. Из Сиемрипа в храм Байон попадаешь через южные ворота Ангор Тома. Торжественные дороги, перекинутые через водный ров, габариты которой устанавливают по бокам мифические товарищи, тянущие неутомимого стожильного змея ради фиксации мироздания. Ну как-то так. Торжественные дороги Байон второй по величине храм Ангора. Он расположен в середине храмового комплекса Ангор Том. Из-за разрушения и эрозии издали кажется нагромождением глыб, устроенным буйной природой. Но когда-то в середине 12 века это было буддийское святилище, построенное при короле Джавьяврамаде VII. МОМ. 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 возвышается центральная башня с овальным основанием. В ней прежде располагалась гигантская статуя Будды, но в средние века она была уничтожена. Остальные башни украшены огромными человеческими ликами, обращенными во все стороны света. Топром. Знаменитые руины буддийского храма XII века, заросшие джунглями. Храм Топром, как и Байон, был возведен при короле Джавьярманин VII, немного позднее, ближе к концу XII века. Кому-то из французов, ведших здесь раскопки, пришла в голову светлая мысль, а что если мы оставим это место деревьям? Да, они разрушают древние стены, но не дают же ему и упасть, реставраторы пощадили огромные баньяны с их воздушными корнями. Самая значительная история храма с многовековой историей – это съемка фильма Лара Крофт «Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли. Об этом неутомимо рассказывают все гиды, а туристы норовят сделать селфи в местах съемок эпизодов фильма. Ангур-Ват – самый большой в мире религиозный комплекс. Ангур-Ват – самый большой в мире религиозный комплекс. Лучше всего сохранившийся до наших дней. Ангур-Ват, название которого переводится как «Город-Храм», был построен королем Сарьяновым Романом II. Работа над огромным храмовым комплексом заняла около 40 лет и закончилась вскоре после смерти правителя. Ангур-Ват окружен 200-метровым рвом. Впереди 14 века Ангур был захвачен с сиамцами и началась эпоха запустения. Только в 1860 году французский путешественник Ангур-Ват открыл Ангур-Ват для европейцев. До сих пор непонятно, как были построены эти храмы из гладкотесных камней и не скрепленных раствором. Зодчие древности сумели настолько плотно пригнать каждый камень, что порой невозможно даже разглядеть швы. Для создания храмового комплекса было использовано огромное количество песчаника, сравнимое только с затратами стройматериала, потраченных на строительство пирамиды Хефрена в Египте. То есть более 5 миллионов тонн.